вот сегодня утро после завтрака уже коробки пасутся коробка, ну что стоишь-то, ну глупоглазишь, тихо-тихо-тихо, пресекать не надо. Доброе утро! Ну вот у меня крыло расшаталось. Вот лагерный пруд. Догоняю Иначея. Взял мордышку у Устиного Андрея. Гальяна ловить будет. Взял мордышку. Взял мордышку. На какую рыбу вы приехали, Иначея? А тут галья, но мордушки нету, там пока делать будет. А это то ли купили или что Андрея Устиного попросил. Сейчас я попробую первый раз забросить. Видишь оно как? Везде 8 отверстий заходить. А там они сжатые отверстия. А высыпать там внизу вот. На замочах открываешь. Но так плохо открывать, лучше чуть-чуть руками открыть наполовину. Вот как доставать ее. Вот я ему сказал вчера мы жили. Тут норы. Подожди-ка. Я сказал, ты видишь нора? Видишь? Вот она, гляди. Она пойдет, корова, и ногу сломает. Вот она, смотри. Вот она придет туда. Этого я сказал Виталию. Вижу. Ну вот хорошо, что уже видишь. А теперь надо что? Он не знает что. Дальше засыпать в землю. Не мы делали. Ээээ. Не мы делали. Вот железо надо убрать отсюда. Видишь сколько железа? От откуда же столько? Потом все это надо убрать. И вот здесь вот такая яма. Корову, если ты туда ступишь, она может ногу сломать. Вот так. И я ему все это показал. Вот туда пошли дальше. Вот она. Видишь как она идет здесь? Вот сзади тебя яма не рухнет в нее. Вон она яма какая. Гляди какая. И туда дальше идет. Как далеко. От воды так как далеко он делает? Ну далеко конечно. Так они все плотины наши роют. Воды-то конечно много. Ну в сторону тоже ушел. Вот ввалилась. Ребята у него несколько выходов. В случае чего убегает. Вот. Пришли. Значит что мне нужно туда сейчас забросить? Хлеба. Потом я гвозди. Это на пирс решил я. А что за хлеб у вас там? Да хлеб всякий. Который там уже не съедобный почти. Я его маслом растительным полил. И вот в эту дырочку сейчас туда побросаю. Ну они тут видишь. Видимо надо открыть и вон туда натолкать. Сейчас я попробую так сделать. Куда? А вон там внутри. Вот это сейчас мы откроем здесь. Вот она без разницы. Что без разницы? Ну тоже нету перегородов внутри-то. А вот она рядом висит. Она туда-оттуда сунешь и перегородов-то нету. Правильно сказал. А вот это что за гомонок? Вот туда я сильно толкаю сейчас. То она будет висеть под тяжестью. Имеется ввиду такое видимо. Вот это все тут продумано. Это выдумщики такие делают. Вон он как раз поехал Андрей. Вон как раз он поехал. А? Вон. Это Андрей? Да вроде бы он. Его машина похожа пока у меня. Но он подогадался сказать я его туда дал ему. Вот так. А теперь другое просто так брошу. Но они на запах-то пойти должны. Что она рыба-то глупая что ли? Рыба должна найти себе еду. О, стрекоза. Вот она вместе застыла. Тут она будет вот так висеть. А дальше то вот самая суть заключается. Это вот тесто. Оно с маслом? Не знаю. Не знаю. А кто же готовил его? Сергей с Виталием. Ну если оно не с маслом то это похуже. Почему-то рыба идет особенно хорошо на жмых. Жмых. А жмых это и масло. Вот видишь. Я не знал что оно не с маслом. Поэтому я его сейчас в эту. У меня тут оно с маслом было. Хлебушек-то. Масло конечно осталось в запах. Я сейчас вот масло оторву. И туда тесто. И там размажу. В другой-то раз больше подготовиться. Это первый раз. Такой мордушки то не было. Вот. Теперь я ставлю вот сюда. Ага. Это надо мне руку туда засунуть. Видишь сколько непредвиденностей таких. Вот она еще. Раскрывается и шире. Но мы боимся тогда не собрать ее. Вот. На самый конец сюда я вас сейчас пролеплю. Вот на эти вот. Ну два-три места. Это конечно время занимает. Но по моим расчетам это как раз главное. 8 входов. Как бы не оборвала рыба. Так. При множестве рыбы сети прорвались. Такое есть написано. В Святой Библии. Видишь. Оно в нее влепляется. И на ту сторону проникает. Если еще стучится так и останется даже. Вот. Конечно это подготовка. А как же. Люди идут в море. А мы никуда не едем дома сидим. в море. Это надо тоже учитывать. То есть у нас легче намного чем там где. А. Мне тогда не за чем туда руку толкать. Я его могу вот так вытаскивать. А потом опускать. О. Уже на ходу начинаю соображать. А так там раскроешь. Да и не закроешь. Ну а сейчас мы посмотрим. Примерно минут 15 подождать. И поднять. Если сработает. Вопрос снят. Будем с рыбой. Кошки. Собаки. Соседи. Все будут с рыбой. Я никогда не думал что придется мне с такой. Обычно у нас мордушка. Она железная. Ну при входе везде вот так намажешь. Туда яичную скорлупу набросаешь. А мне не обязательно туда далеко то. Иначе она оттуда выбежит. Вот я уже на ходу догадываюсь. Я делал на устье. А на устье на то чтобы она прошла. А чего нападет рыба то если ничего нет. А так она. Начнется заходить в ресторан то. Как показывали на том свете. Молятся. Один говорит это не мое. А потом когда увидят там гуляет. Девки кричат. О это я как раз хочу. Только он в двери. В двери сразу захлопнут. Все в огонь. А он говорит а это. А это агитация. Это агитпунт говорит в аду. Заманка. Так что надо быть внимательным. Я помаленечку леплю то. А почему? Да потому что никто не сказал что вообще это надо делать. А учитывая что если не делать. Да вот это вот. Это уже что то значит. А то у меня намного быстрее чем я думал. Я думал натирать. А кого натирать то? Оно в нее проходит и все. А то что вокруг она выпадет которая это будет агитпунтом. Они увидят ой ой как хорошо. А потом скажут ой. У их там было много. Они там что делали то? Да кто не скажет. Домолились. А потом вдруг все вознеслись. О все этих гальянов канонизировать надо. А так может случиться. Гальяна то не какие то православные. Они других людей тут не видали. Ну брат у меня тесто меньше чем квашонка ушло. Ну господи боже слави. Никогда не ловил так. Господи прости меня грешно. И благослови. Ловится рыбка большая и малая. Господи пошли нам рыбы. Надо закрыть вот эту. Иначе вся рыбка выползет. Вот. Теперь. Тут колечко оно утонет. Я сделал другое. И чтобы оно плавало. Понимаешь я? Вот я сказал плавало. А она дальше то отплывет. Да к ней ее не достать тогда. Тоже не обдумал. А как? Как? Никак. Веревочки надо. И что я не взял рови. Дополнительно веревочка. В случае чего подтянуть. А веревочку не за эту. А вот за эту. Вот такая брат история. На ходу уже. Это последнее что придумал. Вот оно. Кольцо. Поплавок. Ну и придется на петельку. Потому что она потом мешать будет. Кольцо. Это короткое. Надо еще. А еще то наверное и нет. Есть. Есть. Ну брат ты мой. Как у настоящих охотников. Все с собой. По берегу шел бомж. А мальчик рыбачил. Его ветром оторвало. И понесло. Ай-яй-яй-яй-яй. Все кричат. У них у кого ничего нету. А он сразу. Быстренько. Высхватил из кармана. Веревочку. Размотал. И кинул. Подтянул. И губернатор ему премию дал. Лучшая премия. Если бы мне. Помогли квартиру. Я бы рассчитался. О. Оказывается. Дело то. Такое. Вот я насопил. За веревочку держу. Так. Коротковато. Еще она у меня. Почему не отцепляется? Зацепилась. Ну. Неправильно было. Вот так. Надо вот эту вот было поди. Вот я сделал же кольцо. Надо было за это брать. Видишь. На ходу уже показано. Когда я мог бы взмахнуть. И дальше. Там. Молодушка. Хорошая. Хотя я заострил. Думал что втыкать придется. Но это сильно привлечет далеко. Страсти. Вон она поплыла. А. Она далеко не уплывет. Так что веревочка только запасная. Все. Колышка нету тут, да? Все. Нормально. Я за траву привяжу. Я взял молоток. Если не пойдет сейчас с этого. С пирса. А сейчас пойдем посмотрим чего у него тут мордушка. А тут репей то есть? Репей вон. Вот тогда репью ты принесешь мне. Вон репей. Пойдем. Говорят репей помогаем. Виталий уже утром поставил. Ну что что утром поставил. Попалось. зверники а жирники есть вот смотри вот еще не они не делали еще не будет когда дело то направится так тогда еще лучше вот это у него хорошо пошла от бутылки а которая другая не пошла теперь что подмазать вот где подмазывается на самом входе вот так уже что то есть тоже есть идем то надо несколько раз проверять не один раз он этот и пей еще репей надо репей тоже банк вот это вот один гальян сплошняком гальян он туда мне еще не положил а то прямо таки обман какой-то а при чем тут репей неужели не на него идут смотри сколько тут и кишочки кошки то стали с аппетитом теперь гречку там что подвешиваем отдох он еще вот ездил один раз попал кто-то на репей подумали что репей что-то дает а то я заткнул когда меня это затычки вот это не было я репьем заткнул и они попались они попали на но придется выделять что-то бутылка то мотается и тоже плохо она может отпугивать да это может эти рыбки и клюют может рыбки как раз и пытается ее качают да вряд ли непонятно вот эта таблировочка зачем в прошлый раз ему сказал ты возьми что-то обрежь не взял сказал ну возьми лопатой закопай не закопал нет ничего обрезать то ящему тебя нету еще нету все забывают по памяти ничего нету но тут на огородчике лопата есть ну ладно все надо пойдем сейчас там проверим так быстро конечно вряд ли все будет ну можно пока яма закопать лопата тут есть можно пока яма закопать эти а где лопата тут на огородчике давай все закопаем а пока тут постоит давай все яму давай с Богом примите сейчас поводу смотри-ка что наравне где засыпали даже не найдешь три фактически ямки а глубина каждая может быть была сантиметр шестьдесят срезали землю лопату у меня с собой всегда брусок натащила она как бритва и срезали и забили толпушку нашли идем дальше это вот бобер наделал белька обвалил сейчас Игнатьич решил проверить мордушки ну где-то минут двадцать прошло с полчаса а можно вот так вот можно вот так вот что-то трепещется о такого никогда не было 15 минут прошло только за 15 минут ползи дара значит оправдала себя теперь только научиться высыпать ну что смеялись над нами посмеяться хорошо смеется кто последний последний посмотри еще они вот там вываливается у вас вон в ту в ту дырку ну что подберем тут уже на виду в траве то тут надо чтоб голое место было ну а где надо вычистить да вычистить привлечь к вот этим внимание в ту дырку на виду в ту дырку в ту дырку в ту дырку все ну у нее костей нет это лучшая рыба ну молодцы окей как их назвать то туда лепей так она не застряла эту можно положить Теперь я пойду к тем, кто дал, почистим рыбу им, даже посолим и скажем, продайте нам его. Вы все равно не научитесь так делать, как мы. Так, аллилуйя, сейчас потом замазывать буду, сначала помолимся. Господи Боже мой, слава Тебе. Господи, хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Я в 56-м году закончил 10 классов в Корченской школе. Интересно, в Корченской школе была семилетка. Я 7 классов закончил, они сделали 8. Я пошел здесь. Я перешел в 9-й, они сделали 9-й класс и так до 10-го. И главное, они могли раньше или позже, но как раз в мой стиль. И вот вспоминаешь, какие были учителя. Была такая Екатерина Иконоровна одна, сухонькая, очень строгая. Там, кажется, геометрию вела. Такая строгая. Она одна же мне кол влепила, единицу. Я боялся этой единицы, а она получилась. Почему я не расслышал, о чем она говорит. Я стою и молчу. Одна же нужна была ответить. Один показ взялся за нос, крутит. Ну еще как. Я же тебе говорил, Ломоносов, Ломоносов. Ну я не понял. Мне главное, кто-то на бумажке напишет, о чем она спрашивает. У меня временами было хорошо, а потом плохо. И вот начинаешь вспоминать, как в школе-то учились здесь. Чему научились? Вот сейчас я в школе узнаю, как народ был совсем другой. Вот у нас, чтобы друг друга в школе заедали, там мстители, сгруппировки. Ничего этого не было. В армии у нас дедовщины не было. Ну это, получается, 59-й год. Я в 56-м закончил. 10 классов-то. Я хотел рассказать. Вот рыбачить. По-разному. И мы там прислушались то, как какая-то блесна, что-то крутят. Но они там парики забрось, ты не вытащишь сразу-то. Я не мог. Зайду в магазин, уже в городе учусь. Не знаю. Отец мне дал на дорогу 3 рубля. 3. Он больше не мог дать. Нет денег. Семья. 10 человек детей. Бабка больная лежит, не парализованная. У нее 3 сына. Мои дяди родные ушли. Материны братья на фронт. Ни один не вернулся. Говорят, артиллеристы вроде были. Погибли. 3 рубля. 2.30 я за билет заплатил. 70 копеек. Начинаем. И нашел я там, где останавливались кто-то из наших. Кто-то дал квартиру. И у них. А она говорит, я знаю одних людей. Тут они муж с женой живут. У них были сын и дочь. Сын умер в один день со Сталином. Но он пил. Выступал по телевидению в то время. Играл на баяне хорошо. Дочка была. И тоже тут же умерла. Они двое. Корнилова. Иван Фадеевич. И Пелагея. Пелагея не знаю величать. Петровна кажется. Вот. И он был рыбак. И приучил нас к этому делу. Он делает такое расширенное, но расширенное. А там сетка. И туда хлеб бросаешь. А потом поднимает. Он так вот. Краята у него. И рыба тут остается. А паук называется. Ну а мы любили бредним. Чтобы захватить. Ну где бредин то? Опта развилась на разливах на этих. Колька Тюльпин был. Мы вдвоем приехали. Что рыба? Ну развита вода. Куда зайдем? Рыбка или две. А давай так дорога. На что на дороге? Ути летят. Вон полетели. Четыре утки. А вот это что? Это гагара видать. Это не гусь. Дикая гагара. А тут всякие птицы идут. Да ты что на гуся похожий? А откуда он взялся тут? Даже очень на гуся похожий. Эх. Э нет. Клей распустил. Не знаю. Что за баклан. А вот она летит какая. Вот это вот. Что за птица? Это утка. Чирок называется. И вот мы так прошли по дороге то. А вокруг трава растет то. Ну карася два поймали. А я это дело знал. Я говорю знаешь карась зарывается. Дорога размокла. Это его... Давай обратно еще раз. Да там одна грязь уже. Давай. Мы как прошли ведра два полных карасей. Мы все бросили. На берег выскочили. И пляску дикарей устроили. Мы продавали где что могли. Жить надо. Побегу на вокзал. Ну что. Это пустырьник уколол меня. Вон какой смотрите толстый. Да. Настоящий. Эти еще стоят. А надо опустить. Сейчас постой. Замажу. Какой жирный. Ой-ой-ой. Так. Ты меня проси. Я тут это рассказываю. Тут мне главное то надо ставить. Они рассказывают. И вот. Вот уж у кого дрова лежат распилить. Кому-то снег скидать. Ну то есть. Волка ноги кормят как говорят. Сейчас я быстренько. Вот. Если бы дать вот это вот кому-то из вас. Вы бы так не сделали. Дай-ка. А? На ходе не наклеили сделали бы. Я делал у той мордушки. А это новая. Я самый первый раз вижу такую. Смотри. Притом 15 минут. Уходить никуда нельзя. Надо сейчас с тобой тут быть. Мы сейчас ведра 3-4 поймаем. И начнем сушить на зиму. А куда будем ссыпать-то? У нас одно ведро. А ты-то для чего? А-а. Это мы как-то едем с Глужковым. А он как разговаривает. И все время на меня сзади сижу. Голову поворачивает. Я говорю. И что делаешь-то? Сейчас авария. Четыре трупа. А он так посмотрел. Ну а нас же пятеро. Я говорю. А это при чем? Ой, смеялись же. Четыре трупа, а пятеро сидят. А это при чем? Я как раз запрещал тебе это делать. Помаленьку. Видишь, какими порциями? Это немного идет. И немного время занимает. Те мордушки-то и не нужны будут. И ходить-то один раз. Пришел вот так вот. Часа два-три побыл. Ты смотри, они-то объели все. Масло растительное. Пожалели. Вот это я молоток взял в пирсе. Там я покажу, где гвоздь забить. И туда можно вешать. Тогда еще проще будет. Разулся только и. Слушай, родная песня телегрима. Надо масло сюда налить. И вот так помазал и все. А тут налить масло-то ложка одна. Во! А я туда залазил, открывал. Все это было лично. Вот так приходит опыт. Еще никто не знает, что тут у нас есть. Это мы сейчас, пока я тебя провожу. Надо по времени посмотреть. А если я дольше буду стоять, тогда еще она порвет ее сеть. Это не смех. Это реально. Что порвать может. Мы тут ее вычерпаем воду-то. С карасями. С карасями. Грянами. Вот теперь все стало на место, для чего это все нужно. А когда мы ее здесь почистим, посушим в печке, ты тут-то ее не сожжешь, как тогда сожглишь. Помнишь? Помнишь? Два полных противня и сожгли там еще нету. А вот зимой вот этот отсюда для запаха даже. А она что для запаха-то? Она же рыба. Так. У тебя лопату натащил, у меня с собой этот брусок. Веревочку нечем резать. Засыпали все. Теперь Виталю скажу. Виталий, ты засыпал? Нет. А ты обрезал веревочку? Нет. А мы все сделали. Благодари Бога. Тебя избавили от мучений. Значит, вот это вот поплавок сильно не испугал их. Как я понял. Ну да. Они слишком любопытные. А? Они любопытные. Ага. А вот так паука отпускал. Ну зачем-то на палке. А туда крошки бросают, а потом поднимают. А почему она наклонилась? А ты кирпичи хлеба наклонили. О, погружается как подводная лодка. Подзорная труба остается. Пошла ко дну. Благослови Господи. Я привязал веревочки. Пойдем там проверим. О, смотрите. Еще. Вертикально встала почти. Что делать? Бутылка встала почти вертикально. Это означает что глубоко? Не знаю. Ну конечно. Натянулась. Ну да. Глубже. Такого Виталия никогда не принести. Но тянет руку. Я тебе говорил, давай самое большое ведро. Вот лопата. У меня не было веры, Игнать Ильич. А? У меня веры не было, что много может быть. Ну да. А без веры как поймаешь. По слову твоему сказал бы так. Ну да. Не сказал. Видишь? Вообще-то, говорят, с легкой руки рыбака. Я первый раз. Я вообще ни одной рыбки нынче не поймал. А я разве туда не бросал кусочек? Нет. А вот это зря. А где же он у меня кусочек? Вы, наверное, все туда скормили? Нет. У меня еще были. И туда, в ту мордушку, во вторую. Нет. Вот она. Ты мне еще сбиваешь всю с толку. Гляди. О! А что у меня пояс? А что у меня пояс не поймал? Это даже считать не надо сколько. В сравнении с тем, что есть. Воды, говорит, надо налить им. А зачем воды? Все. Вопрос решен. Мы их приняли в свое сообщество. Так. Смотри, как обглодали. Это они в мордушке уже их гладали. Поди скажет, вознеслися, вознеслися. Так. Вот это вот лишнее. А отрезать нечем. А теперь у нас лопата. Лопату, которую я натащил. Смотри. Вот так. Я неправильно ее нагнул. Веревочку надо куда-то деть. Вон одна рыбка. Вон гальянчик. Ага. Вот так. Сергей-то там мордушку плетет. Он еще не знает, что мы за это взялись. По-серьезному. И теперь тесто только более крутое надо. Еще более крутое. И маленькое растительное масло. Вон там чайную ложку. Какие там мордушки? Вон там, да. А если мордушку сделать, как мы раньше делали. Большие. У меня было, я не помню, 13 мордушек, кажется. Ну, мордушки самоделочные. Всякие были. И никого, ни одной нету. А куда делись? Ну, кто-то ловит поделись. А почему она так стала? Вот так. Она стала торчком туда. Поэтому я повторно кинул. Так. Мы пока сейчас отойдем. Это оставим. А еще же у меня гвоздей-то не видали. А вот они. Надо забить в двух местах гвоздь. Я тебя попрошу сейчас. Чтобы никто на них не напоролся. А доски так мы не вытащили свои? Да, нет. Вытащил? Нет, нет. И лопату не поискали? Нет, не искали. Давай сегодня это сделаем. Возьмем с тобой Сергея, кто не боится. Так, лопата не нужна нам. Пока. Или туда вынести? Туда, на огородчик. Пошли. Выключать нет? А? Выключать? Ну, выключай. Все. Угу. 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 Мы сейчас на пирсе находимся. Когда крещение было. Рядом вот огород. Заходить на основу. Нынче так все это. Полу-полу. Вот. В кресле в другом месте. Воды много стало. И пирс вот где этот. А тут доски были. По ним ходили. Все скрылось. Часть вырвало. На тот берег унесло. Это благодаря только тому. Ну, не зря они меня винят. Там у нас вон сток воды сделанный. И мы подняли его. Подняли. Я сейчас не знаю на сколько. Но видите, сваями. Сваями, сваями. Около 300 свай забили, наверное. И все смолить надо было. Делать. Местный материал. Клен. Кривой. Вот сейчас пришли на рыбалку. Володе пришлось раздеться. Я говорю, ну попробуй. Ты сначала лопатой померь. Как тут? Доски есть или нет? Прямо сзади не упади только. Нет, надо дальше. Ты на берегу меряешь-то. Тогда это был берег. Надо зайти туда хотя бы на метр и тогда мерить. Оно же расширилось. А тут доски никогда не было где меряешь. Неизвестно, да? Ну ладно, потом выберешь время. Соответственно оденешься и промерить надо, что там у нас есть. Пойдем. Я хотел там узнать и ставить, но не придется, раз не знаем. И вот за это время, что видим, наклонился первый раздевал. Первая раздевалка. Тут же на огородчик. С собой как раз у меня оселок. Вот лопату. Пожалуйста, подперлить, стал бушками. С этой стороны тоже. Внутри там нельзя было зайти. Сейчас вот. Только прибить картон. Видите, как все. Но она стоит шаткой. Шатка, но стоит. А вот этот лучше. Так, пойдем посмотрим, что мы здесь еще не сделали. Раз пришли рыбачить. Сейчас уже пойдем опять вынимать. Он уже часто прошел. Вот это доски, которые оставались от пола. Сесть кто-то пришел и бросил ее тут. Сеть китайская. Такую вот сеть ловят скворцов, сказали нам. Правда это или нет? Итальянцы. Миллионы этих скворцов летят между двумя скалами, ущелья, низко, ночью. А это действительно летят. Ну так ли? И говорят, это пища. Да как же певчую пищу? Я до того удивлен. Володя! Иди сюда, я тут прополоть надо. Тут же купались все время. Как они могли не прополоть? Боятся осота, крапивы. Я иногда удивляюсь на людей. Даже самое-самое простое для себя. Ни для кого. Но это вот были. Сегодня мы взяли тут травишки, приезжали. Забили в норы. Большие норы вышли. Видно бобер. А может андатры так разбухали. Вырви все оттуда. Вот до сухого. Я там выбрал, здесь тоже надо. Кто-то придет купаться. У него не готово ничего. Мокрый сунется, а тут вот тебе на. Все выбрать и выкинуть сзади. Вот сделали. Стоит пока. А что стоит-то? Шатается все. Что-то подгнило. Так оно стоит на столбах. Что оно качается-то почему? Все такое рыхлое. Ничего нету. Нету. Государство нам ничего не даст. Только сами. Мало того добивают. Вот у нас вы знали, что остался теперь от лагеря там на навозной куче. Прямо беснуется, чтобы только убрать, убрать. Нечистая сила. Убрать, разломать, чтобы ничего не было, никакой памяти. То ли платят огромные деньги, это за граница какая им, то ли что. Ну, главное, что никогда же этого не было, чтобы русский народ сам себя уничтожал. Стоят там ребята, играют футбол, волейбол, дождик, раз, скрылись. Мазанка. Убрать. Почему? Ни один человек не может объяснить. Почему? Присылает людей, которые ни дня здесь не жили, ничего не умеют делать. Ну, у него должность и статья. И он под статью все подгонит. И расстреливали, расстреливали враг народа. Лучших людей расстреляли. Вавилова, других. Ничего нет. Все. Опять за то же самое. Новое поколение судей, прокуроров, правителей. То же самое. Как будто бы все проклятие сконцентрировалось на русской земле. Не надо. Нигде не встретишь, что мусульмане с мусульманами вот так вот. В одной стране. В одной при том стране. Притом другой-то веры нету. Так, Володя, пошли. Я сами постелю. А, ну давай, чтоб под ноги бросить, чтобы. Видишь, как забота. Что, доставать? Да. Пойдем сейчас проверим. Вы сами будете? А? Сами будете? Ты будешь? Я буду. Давай. Сейчас проверим. Мы уйдем домой. Намазываем снова. А потом можно больше ехать. А одного пацанета рыбу купить. Вот это вот железки, а не рыбу ловить. Куда-то их то ли положить надо, то ли еще. Нам-то они к чему. И потом тут положить, что они под ногами. Вон, где костер. Нет. Там лучше видно будет? Нет. Там вплотную катают. Костер это с временем. Нет, я думаю, чтоб видно их было. Да мы не знаем, кому видно-то. Может, поприедет другой. Ничего вроде не сделал, а уже потер. Теперь надо пойти там, померять вон там. Поискать лопату. Виталий не возьмешь, он чуть-чуть болеет. Не люблю я этого. Не знаю, найдешь ли сейчас лопату-то. Вот так вот гвоздем, видишь, это все там придумал. Еще не знаю, что потребуется. Как это нравится? И какие он придумал. Может, теперь стоит что-то. Теперь у Вас потилилась семена. Кто такой справедливый фантастер-нек щек Sepuli? Да. Els antioxidants едем ваше. Так и сломаемся двоя. Посмотрим. Виатровь. Вот так веревочка-то погодилась, мне в колечко не надо втыкать. Да, брат, смеси не смеси, а некуда. Полная, все. А это что дали бутылку-то? Дал мне. Она и тянет ко дну, она дырявая. В чем нашел-то? Ну да, вот она треснутая. Даже эта и то тут у нас так получилось, что никуда не годно. Дайте хорошую бутылку. Хорошую бутылку взять надо, а эту выпинуть. Так, их аж те как много, но все-таки есть. Интересно. Так. 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 Все! Этот раз поменьше. но тут объяснить можно что мы совсем мало время были я хватился за грудь почему потому что мне показалось что будто бы звонит и что нет теперь помазать надо гвоздь один вылез видишь даже в прошлый раз не осталось ни одной лепешки то сейчас остались это говорит о том что рано выше нам уходить надо уже а время так сейчас уйдет видать сейчас скажу 15 минут не должно быть без 10 12 12 нету да еще же василиса уже подогнала они до 12 посуд так еще 12 нету без еще полтора часа назад подогнала плотную не знаю она же нет ни к этому нет загона пригнала то она же не к загону пригнала то я ехал сюда она уже в дом в эту деревню входила они пасти никто не любит они прямо так и заявляют а я пасти не люблю что она это мамажу а дырочка здесь маленькая она видишь как слепляется уже куда она поползет ее отстричь надо все они сходятся доход значит не надо надо только внизу вот теперь я знаю что надо вот эту вот не промахаем а наливать масло и там обмакивать а сейчас стояю что уже без масла без всего она и не тянет сэкономишь на копейку проиграешь на рубль удачно красиво у нас получилось значит что бутылку надо хорошую взять маслица и более тугое тесто и мало может тесто может быть даже каким-то составом крошками палка конечно хорошую роль играет и вот это колечко вот кто подойдет конечно увидит ну тут что никого нету во первых ниоткуда кусочки выплываю поехали еще не забыли я хоть буду оставил так надо ехать сюда брать воду с тобой я тебе доверяю все включая все закладываю